Серия Far Cry зародилась еще в далеком 2004 году и нынче насчитывает больше дюжины полноценных игр, аддонов и даже один аркадный автомат. Франшиза переживала свои взлеты и падения, успехи и провалы. Разработка перешла от Crytek к Ubisoft, сменилось видение игры. И сегодня я расскажу топ всех игр, от самых худших Wii-портов до самых колоритных злодеев. Погнали! Far Cry Vengeance. И на что подкрывает эксклюзивный для Wii ремейк Far Cry Instincts, о котором я еще расскажу вам чуть дальше. Vengeance не отличается от большинства Wii-портов, интересное управление полностью теряется на фоне отвратительной графики и тупого искусственного интеллекта. Я смело нарекаю Far Cry Vengeance худшей игрой франшизы и двигаюсь дальше. Far Cry Instincts – Far Cry Evolution. Когда-то портирование ПК-игр на консоли было настолько сложным процессом, что разработчикам было проще просто переделать игру с нуля. Чтобы тогдашние консоли могли потянуть Far Cry, Crytek'и банально превратили похождения Джека Карвера в линейный шутер, лишив легендарную игру почти всего, что делало ее уникальной. Чуть позже к Instincts вышел аддон Evolution с короткой бонусной кампанией. Несмотря на то, что разработчики добавили в консольный ремейк новое оружие, транспорт, регенерацию здоровья и механики для стелсового прохождения, он никак не мог сравниться с полноценным Far Cry. Надо ли говорить, что консольная версия Far Cry выглядела намного хуже своей полноценной ПК-версии? Instincts и Evolution показали потенциальное будущее франшизы, но, к счастью, Ubisoft пошли по совершенно другому пути. Far Cry New Dawn. Но и у Ubisoft не всегда все выходит гладко. Видимо, решив повторить успех неонового Blood Dragon, они создают дополнение к Far Cry 5 под заголовком New Dawn. Увы, как только любой персонаж из аддона открывал свой рот, у меня начиналась мигрень, и я с трудом заставлял себя продолжать играть. Отвратительный сюжет, мерзотные персонажи и посредственный стиль полностью испортили мои впечатления от шикарных пушек и неизменно крутого экшена. Благо, но разнообразие тактик и арсенала позволяет вам подходить к каждому занятию по-разному. Far Cry New Dawn предлагает скромное изменение формулы открытого мира от Ubisoft, а сама игра длится около 10 часов. New Dawn не совершает революцию в серии, но при этом является далеко не самой худшей. Far Cry Primal. В какой-то момент серия Far Cry начала страдать от той же проблемы, что и Assassin's Creed. Ubisoft очень хотели доминировать на рынке, поэтому разработчики были вынуждены выпускать слишком много игр за слишком короткие сроки. В результате игры становились слишком вторичными и скучными. Far Cry Primal стал благородной попыткой девелоперов создать что-то совершенно новое, но уникальный сеттинг так и остался единственным элементом, за который можно похвалить игру. Иронично, но без пушек Far Cry банально превратился в посредственный выживач. Что еще хуже, разработчики просто взяли карту от Far Cry 4, слегка ее изменили и выдали за совершенно новый мир. Кто-то скажет, что для студии повторное использование своих же ассетов абсолютная норма и будет прав. Однако тут речь идет о целой карте. Объяснение у меня тут вырисовывается лишь одно. Видимо, Ubisoft все-таки хотели побыстрее срубить побольше деньжат. Far Cry 2 Честно говоря, как по мне, то этот шутер – белая ворона всей франшизы. Единственное, что объединяет две первые части Far Cry – это название. Даже спустя столько лет эта игра способна стать предметом споров. Ее любят, но вместе с тем ненавидят. Африканская глубинка поражает своей аутентичностью и жестокостью. Огонь от подожженной травы и деревьев не остается на месте, а перекидывается дальше. Ржавое и неухоженное оружие клинит, в конечном итоге разлетаясь на куски, а сюжет подымает острые вопросы. Far Cry 2 полон инновационных деталей, за которые его можно похвалить. Однако кому-то нравится его сюжет и то, что пушка в самый неподходящий момент может не выстрелить, а кому-то нет. И все же абсолютное большинство сходится во мнении, что бесконечно воскрешающиеся враги, бесполезная механика лекарства от малярии, посредственная стрельба и звание самой-самой коричневой игры в истории убивает Far Cry 2, превращая его в довольно посредственный, так сказать, шутерок на вечерок. Важная ценность Far Cry 2 в новых эмоциях. Мир шикарен и первое знакомство с ним оставляет очень приятные впечатления. Жаль только, что за внешней оболочкой сеттинга по сути ничего не кроется, ни захватывающего сюжета, ни интересных персонажей, ни оригинального геймплея. Но, возможно, эстетом этого будет достаточно. Хотя, с другой стороны, нужно посмотреть на дату релиза и все встанет на свои места. Far Cry Для начала стоит понять, что представлял собой типичный шутер 2004 года. Коридоры, большие коридоры, большие помещения, переходящие в очередные коридоры, помещения чуть поменьше, переходящие в коридоры чуть поменьше. Ну, вы поняли идею, но… О чем это я, собственно? Ах да, неудивительно, что когда мир увидел самый первый Far Cry, он произвел с ног сшибательное впечатление. Позже Crytek использовал накопленный опыт при разработке легендарного Crysis, но, как говорится… Игроки чуть ли не впервые могли подойти к решению проблемы с разных сторон. Непредсказуемый искусственный интеллект врагов дополнял огромный по тем временам открытый мир, полный тактических возможностей. Вырубить лагерь врагов Мачете, застрелить всех из снайперской винтовки или ворваться с пушкой наголо. Да никаких проблем. Может сейчас это звучит вполне обычно, но тогда это было действительно самым настоящим достижением. Кстати, спешу заметить, что для многих эта игра стала отправной точкой в мир гейминга в целом. Far Cry 5. Пятая часть закладывает интересную идею. Что, если целый американский округ перестанет подчиняться правительству и преклонит колено перед очень странной семейкой. Задумка, правда, любопытная, но сюжет, увы, далеко не полностью раскрывает эту тему и не дает никаких остросоциальных комментариев. В целом, Иосиф Сид или Джозеф Сид, как кому удобней, религиозный фанатик, возглавляющий секту Врата Эдема и его чудаковатые родственнички, очень быстро забываются на фоне самых главных антагонистов всей франшизы. Игре даже не помогает самый отвратительный кооператив, который не сохраняет прогресс для второго игрока. С другой же стороны, к пятой части геймплей стал точной наукой. Все вылизано до блеска, убраны чертовы вышки, ну, точнее их минимум. Да черт возьми, в игру банально весело играть. Стелс как никогда хорош, а обширный мир штата Монтана попросту прекрасен. Он был как глоток воздуха последушный Far Cry Primal. Да и будем честны друг перед другом, вечно смотреть можно только на три вещи. Огонь, воду, как лопата летит в рожу врага и на то, как трактор совершенно случайно давит злодеев. Если вам нравились предыдущие части, наверняка понравится и это. Если же нет, чудес не ждите. А может быть, наоборот, просто попробуйте Far Cry 5 и, чем черт не шутит, может быть, леса и простота жителей штата Монтана покорят вас больше, чем африканские аборигены, контрабандисты или обитатели Гималаев. Far Cry 4 А мою тройку лидеров открывает Far Cry 4. По моему мнению, в истории Far Cry есть всего три достойных злодея. И один из них – Пэйган Мин. Жестокий, хладнокровный, расчетливый и очень заразостильный тиран. Он стал настоящим гвоздем программы четвертой части, которая не поленилась потратить время на раскрытие всех персонажей и их мотивации. Сценаристам удалось достойно соединить воедино мировоззрение западного человека и совершенно чужеродной ему культуры. Кроме того, разработчики учли ошибки предыдущей части и исправили их. Самокопирование и конвейер? А быть может, французы просто решили сконцентрировать внимание на том, что у них неплохо получается? Как бы там ни было, добро пожаловать в Керат – небольшое государство, затерявшееся где-то посреди гималайских хребтов. Для Джая Гейла, главного героя Far Cry 4, Керат – такая же терра нова, как и для самого игрока. Мир огромный, в нем ты проводишь куда больше времени, выполняя задания и отбивая территорию, чем проходя сюжетную линию. Из-за чего потерять нить истории проще, чем выполнить очередное задание. Игровой процесс хоть и стал чуток быстрее и разнообразнее в сравнении с тройкой, но Far Cry 4 повторяет предшественницу практически во всем. Исследование территории, захват вышек и блокпостов, помощь местным жителям, спасение заложников, охота на животных ради шкур, из которых можно пошить более вместительные сумки и кобуры, изучение местных достопримечательностей и поиск сокровищ. Да, все это мы уже видели. В этом плане четвертая часть – это эталонный сиквел, который улучшает, доводит до ума и полирует то, что игрокам понравилось в предыдущей игре. Главное – не увлекаться гранатометом и самодельным мини-вертолетом. Транспортные средства ведут себя вообще непредсказуемо, но есть одна мааленькая проблемка. Она состоит в том, что игра уж прям слишком походит на Far Cry 3. Разница не такая большая, и часто ты ловишь себя на мысли, что где-то ты это уже видел. В любом случае, этот мир стоит того, чтобы познакомиться с ним поближе. Ну а видел ты все это в Far Cry 3? Начну с того, что тройку злодеев закрывают эти двое. И они довольно очевидны – их роль без преувеличений важнейшая в событиях Far Cry 3 – Хойт Волкер, господин рабовладельческого картеля и, конечно же, Вас Монтенегра в исполнении великолепного Майкла Мэндо. Я говорил о том, что такое… Безумие. Ладно, шутки в сторону. Если господин Хойт с его жестокой философией, скорее всего, позабылся, то Вас, этому харизматичному, абсолютно непредсказуемому ублюдку-психопату, достаточно было задать один вопрос, чтобы навсегда врезаться в вашу память. Каждый раз, когда он появлялся на экране, я испытывал определенный душевный дискомфорт. Невозможно было представить, что он учудит на этот раз. Кроме того, Far Cry 3 стал огромным шагом вперед по сравнению со второй частью. Стрельба стала намного динамичнее, а дизайнеры узнали, что есть цвета, помимо коричневого. Игра постоянно подбрасывала вам что-то необычное. Безумного немца, сжигание поля с марихуаны под скриллекс, вынужденные пытки своих собственных друзей и, конечно же, самого Васа. Самое ироничное, легендарный вопрос очень хорошо отражает текущее состояние всей серии. И напоследок давайте между нами договоримся, что у игры полностью отсутствует третий акт. Главный герой убивает вас, охватает своих друзей и сбегает с острова. Добро? Никаких культов, безумных женщин и всего прочего. Вот и славно. Поехали дальше. Far Cry 3 Blood Dragon А что получится, если из Far Cry убрать потуги на серьезное повествование, реализмы, правдоподобных персонажей, оставив ураганы экшен? Что будет, если влить в Far Cry целую цистерну неонового великолепия, абсурдного сюжета и синтвейва в стиле 80-х? Что будет, если вернуть тот самый 2007 год? Правильно, лучший Far Cry, по моему мнению, Far Cry 3 Blood Dragon. Классика жанра. Чистое наслаждение и веселье. Просто берите пушку и уничтожайте армию злобных жестянок, кайфуя от драйвового саундтрека. Аддон к третьей части не дает времени перевести дух, вперед и только вперед, потому что вы единственный человек, который может спасти мир от очередной мировой войны, злого гения и его армии роботов. От нового поколения до захватывающих сюжетных приключений, от самых колоритных злодеев, до вышек и зачистки лагерей, которые так надоедают. Масштабные открытые миры и простые рискины. Уже почти 20 лет игроки спасают мир и свою шкуру от планов безумных тиранов и простых безумцев. А какая ваша любимая часть Far Cry? Было бы неплохо, если бы вы поделились своими любимыми играми легендарной серии. Также будем рады видеть вас у нас в дискорде и на лайв-канале. Не забудьте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV! Смотрите и играйте вместе с нами!